Детский и юношеский спорта Сегодня это гармоничная пара. Ребята-члены сборной России, победители международных турниров Знакомимся с продолжателями славных традиций акробатики Омской области Сегодня Саша и Марина победители первенства России среди младших юношей Серебряные призеры среди юниоров Чемпионы международного турнира в Павлодаре Который уже в следующем году приобретет статус этапа Кубка мира Главные успехи этой акробатической пары впереди А как же все начиналось? Меня сюда пригласил мой одноклассник Ему нужна была маленькая худенькая верхняя А я еще занималась на художественной гимнастике У меня так как-то так было Хотела и на художественной остаться И хотела в акробатику перейти Я вечерами плакала Ну, как бы, я не знала, куда мне пойти Но все-таки меня потом Мама переубедила, сказала Иди в акробатику, тебя приглашают Может, у тебя получится, добьешься больше чего-то Ну, я и перешла так И Марина, несмотря на сложности, ни разу не пожалела о своем выборе С одноклассником в паре занималась совсем недолго Но уходить с акробатического ковра Или вернуться в художественную гимнастику Уже совсем не хотелось Здесь более жесткий вид спорта На художественной гимнастике Как бы все так мягко было Как бы на... Как-то сказать... Не придирались там Вот ты работаешь сам и работаешь Ты должен сам найти ошибку А здесь себе говорит тренер Сделай то, натяни колени То есть он обращает на тебя внимание И это очень приятно, что ты в зоне видимости тренера И как бы ты нужна ему Спортивная судьба Саши, который родился в семье акробатов Можно сказать, была предопределена Марина и Петр Скрипниковы Многократные чемпионы вооруженных сил России Призеры чемпионатов СССР С раннего возраста начали знакомить Подвижного шустрого сына Сазами-акробатики На этом снимке Саши всего два года А это первое выступление Нашего героя Здесь Саше пять лет А это занятие с первым тренером Александром Яцентом Уже позже родители поставили перед Сашей выбор Либо ты хорошо, усердно учишься на дне пятерки Либо занимаешься спортом Юный акробат, недолго думая, предпочел спорт А когда Саша начал работать в паре с Мариной Черновой Скрипниковы поняли, что теперь их сын Точно не бросит акробатику Пошел по нашим стопам И всего-то добился уже И думаем, что еще будут результаты На соревнованиях Может нас как бы перепрыгнет Мы можем Саше подсказать какие-то нюансы Допустим, надо так, а здесь по-другому Допустим, что-то там По тренировке даже подсказать То есть вот так Какие-то психологические моменты Потому что очень сложные отношения между партнером бывают И ругаются они так же, как мы и ругались То есть вот такие моменты Красивый, зрелищный, технически сложный вид спорта Акробатика развивает координацию, гибкость, скоростные качества За богатую, более чем 60-летнюю историю акробатики Омской области Из этого зала вышло немало чемпионов Достаточно привести пример Юрия Зикунова Заслуженный мастер спорта Теперь уже Юрий Петрович Первый амич, ставший чемпионом мира по прыжкам На акробатической дорожке Он, как никто другой, может рассказать О тенденциях развития акробатики В стране и нашем регионе Уровень достаточно высокий И мы в России одни из лидеров в этом виде спорта В первую тройку, пятерку входим А это, в общем-то, достаточно хорошо Прорыв произошел, во-первых, из-за того, что нам министерство, наше правительство Предоставило оборудование У нас его очень долго не было Современное оборудование, мы на нем пять лет тренируемся Вот ковер современный, современная дорожка акробатическая За счет этого, в общем-то Детей в этот вид спорта приводят, как правило, в шестилетнем возрасте Первые серьезные результаты, по словам тренеров, появляются как минимум лет через восемь Сначала ребята занимаются в группах, где приобретают основные навыки А затем юных спортсменов распределяют по специализации Смешанные пары, тройки, мужские четверки или одиночные прыжки на дорожке Вид спорта сложный, но очень интересный С основными элементами акробатики нас познакомила заслуженный тренер России Татьяна Степкина Самые простые базовые элементы – это стойка на голове Вот в таком вот виде исполняется Далее у нас это стойка на руках Выполняется махом одной, стойка на руках И встать обратно Конечно, как бы в дальнейшем, когда детей обучаем, все равно акцент мы делаем на то, чтобы на наибольшее количество времени ребенок стоял в стойке на руках То есть у нас это преимущественно, это различие, опять-таки, для групповых упражнений Дети, где у нас верхними работают, конечно, это продолжительность выполнения стойки на руках Дальше у нас есть такое, как бы, похожее упражнение Называется это стойка силой Либо спичак мы еще называем Таким образом Ну, выполняются ноги врозь, ноги вместе Это без разницы Стас вот нам покажет, сейчас ноги брось Это стойка силой, ноги брось Да, это уже как бы силовой элемент, который присущ в дальнейшем, да, выполнении Далее Более сложные элементы базовые Это фляг Это у нас переворот такой назад, да, с фазой полета Выполняется с опорой на руки, на ноги Стас, покажи Такой элемент есть И Следующие более Сальто назад с места Далее сальто вперед с места Да Это чисто координационно Мы, когда первый раз встали Думали, что как-то Мы вообще не подходим друг к другу Почему? Думали, что не сошлись с характером Ну, как бы ссорились Несколько тренировок Много тренировок Ну да, много и сейчас иногда бывает разногласия Но потом как-то приработались И ничего, вот работаем сейчас нормально По правилам соревнований Возрастная разница между партнерами Не должна превышать пять лет Ребята много времени проводят вместе И, как говорят тренеры Растут вместе И даже раньше взрослеют Работа в паре требует взаимопонимания и доверия Я уверена Я не должна в нем сомневаться То не получится никак Я буду все время бояться Он меня Ну, допустим, если я буду бояться Чтобы он меня не ловил Тогда у нас ничего не получится вместе Конечно, я в нем уверена всегда В стремлении стать лучшими Очень помогают положительные примеры Вы видите выступления воспитанников Омской школы акробатики Александр Барлебин и Анастасия Горбатюк Заслуженные мастера спорта Обладатели Кубка мира Чемпионы мира Им рукоплескали зрители многих стран Для этого они, как и наши сегодняшние герои Не один год упорно тренировались Пришло время новых триумфов Работа кипит Глаза ребят горят Впереди ответственные соревнования Совсем скоро именно эту программу Будут оценивать судьи чемпионата России Наша съемочная группа Желает паре Марина Чернова Александр Скрипников Не останавливаться на пути к совершенству Это была программа Юниор До новых спортивных историй Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова